Всем привет, друзья! Меня зовут Олья Ермилова, и вы на моем YouTube-канале. И сегодня мы с вами продолжим изучать законы нашей Вселенной. Законы, по которым устроено наше не только мироздание, но и мы с вами. И если мы научимся соблюдать эти законы, мы сможем самостоятельно управлять своей жизнью. Согласитесь, не этого ли нам хочется? Не хотели бы мы на самом деле научиться создавать ту реальность, которая нам нужна? Потому что пока что у нас просто получается что-то создавать, как у фокусников, которые не понимают, почему откуда-то вылазят кролики, а откуда-то кто-то другой. Поэтому давайте разбираться. Но перед тем, как мы с вами начнем, я хочу показать вам свою книгу, которая называется «Как изменить жизнь за одну книгу». Это очень классная книга, которую вы можете прочитать или послушать. Для этого вам необходимо перейти по ссылке в описании к этому видео. И, собственно, очень много пунктов в своей голове изменить именно во время ее прочтения или прослушивания. Я рекомендую вам это сделать сразу же после того, когда вы закончите просмотр этого видеоролика. Ну, а пока что давайте приступать к теме. Кто на самом деле управляет вашей жизнью? Кто же? Кто же этот человек? Что это за такое создание? Сегодня мы с вами об этом узнаем. И узнаем не просто для того, чтобы узнать, а узнаем для того, чтобы наконец-то осознать, как мы это знание можем использовать для того, чтобы создавать жизнь своей мечты. Ведь, согласитесь, вот это обычная реальность, обычное ежедневное пробуждение и ожидание того, что с тобой что-то произойдет. Ожидание и состояние очень часто страха, чего-то непонятного, потери контроля над всем, ощущение того, что сейчас ты ничем не управляешь, мир сошел с ума, нами управляют политики, природные катаклизмы и кто-то там еще. А все, что тебе остается, это просто доживать свою жизнь. Лично мне никогда не нравились подобные мысли. Именно поэтому я начала копать глубже, разбираться, смотреть, чего там изобрели, изучили. И сегодня буду делиться с вами этими знаниями для того, чтобы вы научились чувствовать себя прекрасно и понимать главные секретики. Об этом сейчас и поговорим. Нам всем кажется, что мы живем с вами в мире. Ну, все мы знаем, да, я живу в мире. Это один такой прекрасный мир, в котором много стран, в котором есть определенная география, расположение. Это мир, и в нем живут люди. Вот есть еще другие планеты, там, наверное, нету жизни. Так мы себе представляем нашу жизнь. Но сегодня я хочу сказать вам большую тайну, потому что на самом деле мы с вами живем в двух мирах и живем в них одновременно. Мы с вами живем в одном мире, который мы называем внешним миром. Это та реальность, которую мы с вами привыкли видеть. Это наша реальность, это какие-то домики, которых мы видим, какие-то разные города, в которых мы живем, это работа, на которую мы ходим, люди, с которыми мы встречаемся, общаемся. Ну, в общем-то, это наш внешний мир. Мы в нем зарабатываем деньги, у нас в нем рождаются дети, мы с кем-то дружим, с кем-то не очень дружим. Вот это наша жизнь, наш мир. Кому-то его мир нравится, кому-то нет. Помните, я недавно снимала видео, в котором мы говорили о картине мира. Вы можете обязательно посмотреть его на моем канале, потому что это интересная тема, где мы с вами говорили о том, каким образом выстраивается картина мира каждого человека и как она может меняться в зависимости от наших желаний. Так вот, наш внешний мир, это тот мир, к которому мы привыкли. Можно сказать, что это наша картина мира. Но у нас с вами на самом деле есть еще одна жизнь в одном мире. И этот мир называется внутренний. Это то, что находится в нашей голове. Ну, предположим, это наш мозг с такими козявочками. И это наш внутренний мир. Внутренний мир – это мир наших мыслей, наших чувств и наших переживаний. Мы находимся в этих мирах одновременно. Потому что, с одной стороны, наш внешний мир, в котором я все время живу, с другой стороны, существует внутренний мир, в котором я бесконечно, беспрерывно что-то думаю, планирую, ощущаю. Что самое интересное? Интересное то, что наш внешний мир и внутренний мир взаимосвязаны. Потому что именно через то, что я думаю и ощущаю, я формирую свое пространство. У нас с вами была тема о энергетических вибрациях. Мы с вами знаем, что в зависимости от того, на какой энергетической частоте мы находимся, со знаком плюс или минус, мы с вами и притягиваем подобные ситуации. Но дело не только в плюсе или в минусе. Дело вообще в том, каким образом я ощущаю этот мир. Абсолютно у каждого человека и у каждого предмета есть своя уникальная энергетическая вибрация. Это такая некая энергетическая подпись. Ну, вот знаете, как в географии. Помните, если мы посмотрим с вами на земной шар, то есть частота и широта каждой точки. И мы можем так пойти направо 100 метров, налево 100 метров, но для того, чтобы не путались самолеты, чтобы все приборы могли работать точно, все указывается в определенной широте и долготе. И это будут точные данные. Точно так же у каждого из нас с вами есть некая своя энергетическая вибрация, уникальная, которая и притягивает определенный набор ситуаций, обстоятельств, которые происходят именно с нами. Можно даже сказать, что таким образом мы создаем свою уникальную судьбу. Но секрет заключается в том, что это не какой-то определенный шифр, который мы получили при рождении и никак не можем его исправить. Нет, это величина непостоянная. Мы влияем на нее, на свою энергетическую вибрацию с помощью того, как наши мысли и наши ощущения меняются. И это то, на что мы можем влиять. Мы с вами можем. У нас есть такая уникальная способность выбирать мысли по собственному усмотрению. То есть, если в какой-то момент я обнаруживаю в себе убеждения, помните, мы также рассматривали с вами эту тему про убеждения и про то, как они влияют на нашу жизнь. Так вот, если мы с вами имеем определенные убеждения, откопали, например, что я не могу зарабатывать много, что хорошая, богатая жизнь не для меня, соответственно, наша энергетическая подпись, она создана вот с таким вот такой подкорочкой, и деньги к нам не приходят из-за того, что мы создали такую энергию, а закон притяжения, самый простой закон, подобное притягивается к подобному, соответственно, отталкивает от нас деньги. В тот момент, когда мы решим это осознанно поменять, то есть поймем, мне не нужно это убеждение, я хочу себе другое, тогда мы можем с вами изменить через свой внутренний мир, свои мысли, изменить свою энергию и как результат изменить ситуацию во внешнем мире, сделать так, что деньги начнут к вам приходить. Такой вот очень простой секрет. Получается, что моя внешняя реальность формируется за счет того, что находится у меня в голове. И это как в квартире. Вы можете находиться в бардаке и жаловаться, что ваша квартира похожа на какой-то склад, постоянно здесь все валяется, здесь много захламлений, здесь еще не разбирались завалы, когда-то, я не знаю, со времен вашей прабабушки. А можете задать себе логичный вопрос. А почему бы мне не убрать? Почему бы мне сейчас не поменять это? Точно так же и с нашими мыслями вы можете говорить о том, что да, я уже такой сформированный человек, у меня уже сформировались такие убеждения, я понимаю, что они плохие, но я ничего не могу с этим поделать. А можете просто взять и решить, я хочу это поменять, я хочу изменить свою жизнь. И я буду менять ее не в реальности, а изначально в своей голове, потому что вы можете в реальности сколько угодно искать высокооплачиваемую работу или пытаться строить бизнес, но если в вашей голове стоит программная установка, что я не могу зарабатывать много денег, то вы ничего поделать и не сможете. Поэтому если вы хотите менять свою внешнюю реальность, начните работать со своим внутренним, со своими мыслями и ощущениями, потому что именно то, что я чувствую, и создает мою энергетическую вибрацию. Таким образом, мы с вами приходим к очень простым, но мега важным выводам. Первое. Мы с вами понимаем, что наша жизнь является отражением наших мыслей про эту самую жизнь. То, как я о себе думаю, такую жизнь я и имею. И если вам кажется, нет, я так о себе не думаю, понаблюдайте, позамечайте, и вы увидите, что не может быть такого, что думаете вы о себе и ощущаете вы себя мега круто, а при этом в вашей жизни, ну, мягко говоря, не особо. Правило номер два, которое я хочу, чтобы стало для вас всегда правилом номер один. Звучит оно так. Я являюсь причиной всего, что со мной происходит. И это не пустая фраза. Когда мы говорим, я являюсь причиной всего, что со мной происходит, мы подразумеваем, что именно мои мысли, моя энергия и определяет те везения или невезения, которые складываются в моей жизни, та удача, которая мне улыбается, или наоборот. Потому что именно в зависимости от того, как я себя ощущаю, что я о себе думаю, какие цели я себе ставлю или не ставлю, я и формирую свою жизнь. Таким образом, единственный человек, который управляет вашей жизнью, это вы сами. Вы сами в каждый момент времени можете выбирать как минимум мысли, которые будут формировать все остальное. Если я выбираю мысль, что я хочу изменить свою жизнь к лучшему, я хочу стать успешным человеком, я хочу зарабатывать деньги, я хочу стать известным, я хочу изменить этот мир, я хочу создать что-то прекрасное, замечательное, великое или просто круто делать свою работу, которую я люблю, исходя из этого, я начинаю двигаться. Если я думаю о себе, что я неудачник, сейчас не то время, у меня ничего не получится, у меня недостаточно талантов, я недостаточно в чем-то хорош, денег сейчас много не заработать, я формирую свою реальность таким же образом. Мои действия такие же, моя энергия слабая, и я притягиваю именно то, что подтверждает мои мысли. Вы можете найти подтверждение любым своим мыслям, но вы имеете право, вы можете, и вы уже это делаете. Вы сами выбираете свои мысли. И если сегодня вы думаете о себе плохо, если сегодня у вас недостаточно уверенности, если сегодня у вас чего-то недостаточно, это только ваш выбор. Это вы сделали этот выбор. Вы, может быть, об этом не думали, вам кажется, что это жизнь вас так сподвигла, что это мама вас так заставила, что это неудачный парень вам просто встретился. Нет. Это вы. Это ваш собственный выбор, осознанный или нет. И если вы смотрите мои видео, если вы слушаете меня, значит, вам уже сейчас должно быть стыдно не выбирать себя, потому что раньше вы могли об этом не думать, потому что раньше вы могли быть неосознанным человеком, и вообще на эти темы никогда не размышляли. Но сейчас-то вы меня смотрите? Сейчас-то вы понимаете, о чем я говорю? Сейчас-то вы почему-то до сих пор не переключили это видео, а, возможно, смотрите его уже третьим или пятым, потому что до этого что-то посмотрели. Поэтому пора просыпаться. Многие считают, что думать над своими мыслями и выбирать их – это какая-то чушь. Но у вас есть и тут выбор. Вы можете думать, как все остальные, и продолжать проживать какую-то себе жизнь, а можете заострить на этом свое внимание и начать работать над главным. Ибо пока мы не создадим мощные корни, никакое хорошее дерево не вырастет. В свою очередь я, конечно же, всегда приглашаю вас на свои программы, на свой марафон «Рерайтер жизни», где мы учимся не только фильтровать свои мысли, работать с ними, создавать правильную энергию, но еще и формировать в своей голове свои цели. Мы пишем там книгу о жизни своей мечты, где мы детально погружаемся в тему того, какую жизнь я для себя хочу, какую выбираю на каждом уровне. Повторюсь, невозможно прийти туда, куда ты не знаешь. И самое время этим заниматься. Если у вас есть желание поработать со мной лично, обязательно обращайтесь. Я также могу вам в этом помочь. А в целом, помните и знайте, вы являетесь причиной всего, что с вами происходит. Вы сами выбираете смотреть вам новости или приходить на мой YouTube-канал, подписываться на него, ничего не пропускать. И, конечно, и, конечно, отдавать энергию благодарности в виде комментариев, лайков. Потому что энергия благодарности – это мощнейшая энергия. И когда вы ее отдаете, вам вселенная всегда взамен дает что-то ценное. Я желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на моем канале. Обязательно подписывайтесь. И пусть у вас все получается. До встречи!